Исследование нойного захвата, гамма-страктороскопии, все время было достаточно приоритетной задачей нашего отдела, но в связи с определенными обстоятельствами для недавнего времени эта задача была приостановлена. Сегодня я расскажу о статусе инструктивов. Как известно, для проверки майорамусной природы нитрина важно исследовать дальний безнитринный метараспад. Какая-то невероятность этого распада зависит не только от фазового объема, эффективной майорамусской массы, а также ароматричного элемента. Это теоретические расчеты по моделям нитринного элемента очень сильно расходились долгое время. В последнее время за счет поправки этих моделей и этих параметров они стали переходить к какому-то согласию, но для того, чтобы уточнить эти модели необходимые экспериментальные данные. Вольную этот распад посчитать напрямую невозможным. И используется способ расчета его через возбужденное состояние промежуточного ядра. И вот эти виртуальные состояния суммируются с левого и правого плеча и считаются ядерными матричными элементами. И если взять, например, дочку двойную в это распады и поставить его на кучок неонов, то в результате захвата неонов в эти гидры получается возбужденное состояние для этого промежуточного ядра. В связи с тем, что масса миллиона примерно в 200 раз больше электрона, то эти возбужденные получаемые состояния протирают свой долг этих энергий. И если посчитать парциальные скорости заклада на конкретном возбужденное уровне этого промежуточного ядра, то получается очень хорошая информация, которая могла бы помочь при расчете силовой функции за оплату и дать важный экспериментальный вклад для теоретических моделей, которые можно было бы проверить. В частности, группа «ЮМИЗУК» занимается расчетами их ядерных матричных элементов, использованием полученной модели, конкретно при захвате мононимона. Так вот, измерения были приостановлены, в том, что где-то 10 лет назад теоретически мы могли правильно интерпретировать эти результаты и не совсем могли считать более тяжелые ядра. На данный же момент в их моделях они обнаружили, что подогрение официального фактора джа очень связано с тем, что эти ядерные матричные элементы на рассчитываемые модели очень сильно меняются за счет этого же аппарата. И группа теоретиков по всему миру, которые рассматривали различными моделями, такие как АИБМ, и ПНПРПА, и те же самые оболочные модели, увидели, что вот это подогрение джа меняет вероятность измерения даром этой расклады. И пришли к тому, что вот эти модели стали более-менее согласоваться друг с другом, и им понадобилось больше экспериментальной информации для того, чтобы их отправить, эти параметры, и определить оптимально на кандидаты для данного процесса. Продолжение следует...